Приветствую! Кабинет министров Украины принял новую постанову по ТЦК ИСП. Это постанова номер 318 от 7 апреля 2023 года. О ней и пойдет речь. И прежде всего я хочу предложить вам поаплодировать, поаплодировать скорости мысли нашего государства. Наконец-то спустя 13 месяцев призыва там начали задумываться, а что-то мы делаем не так. И наконец-то начали об этом думать, начали понимать, видимо, причину всех тех конфликтов, которые мы видели. Конфликтов, которые возникают между людьми и представителями ТЦК ИСП. Конфликтов, которые вызваны тем, что люди прекрасно понимают незаконность действий многих представителей ТЦК и ИСП. И вот наконец-то государство начало думать о том, что что-то здесь не так и давайте с этим бороться. Исправлять это. И вот что они предлагают в постанове номер 318. В данной постановой меняется положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которое было принято в 2022 году. И туда добавлены полномочия по оповещению и призыву тех граждан, которые не находятся на учете в этом ТЦК ИСП. То есть, теперь, согласно положению ОТЦК ИСП, они могут призывать тех людей, которые, например, выехали из Харькова в Львовскую область, живут там, не стали на учет по месту проживания, а остались на учете в городе Харькове. Но теперь ТЦК ИСП, местный Львовский, может этих людей призвать. Конечно же, у вас сейчас возникает вопрос. Ну так, а что изменилось-то, собственно говоря? А ничего не изменилось. То есть, мы теперь, знаете, как догоняем то, что было фактически, делаем это юридически правильным. То есть, мы теперь наделяем тем полномочиям, которые ТЦК и ИСП реализуют уже целый год. Конечно же, здесь возникают большие вопросы к тому, а что делать с призывом, который ТЦК и ИСП осуществляли до того, каким дали это полномочия. Вопрос риторический. И никто ничего с этим делать не будет. То есть, по сути, изменяя таким образом постанову про ТЦК, государство сейчас легитимизировало, легализовало те призывы, которые были осуществлены за все это время. Что это значит для каждого из нас? Это значит, что на сегодняшний день ТЦК и ИСП, который бывший военкомат, может призвать каждого из нас, независимо от того, находимся мы на учете в этом ТЦК и ИСП, либо не находимся. Что-то изменилось в этом плане в контексте выдачи повесток? Да, собственно говоря, нет. Эта проблема на сегодняшний день до сих пор государством не решена. До сих пор они не унормировали никоим образом, не узаконили вот эту раздачу повесток и выписывание, самое главное, повесток, кем угодно, когда угодно и где угодно. Вот в этом плане ничего, собственно говоря, не изменилось. Повестка может, как и раньше, с точки зрения действующего законодательства, может быть выписана только руководителем ТЦК и ИСП, ну, либо представителем органов местного самоуправления, если до этого им дано такое распоряжение от руководителя ТЦК и ИСП. То есть изначально должно быть распоряжение руководителя ТЦК и ИСП, потом на основании этого распоряжения выписывается повестка. После того, как туда в повестку занесены фамилия, имя, отчество, адрес проживания человека, после того, как туда занесены данные распоряжения, на основании которого человек вызывается в ТЦК и ИСП, после этого начальник ТЦК и ИСП должен поставить свою подпись, которая заверяется печатью, и вот тогда повестка будет оформленной в соответствии с требованиями законодательства. И по этой повестке, естественно, каждый гражданин Украины должен в соответствии с требованием 22 статьи закона Украины о мобилизации явиться в ТЦК и ИСП. Для тех, у кого есть сомнения в законности существования ТЦК и ИСП и их полномочий по призыву граждан Украины во время мобилизации, я в описании к этому ролику оставлю ссылочки на другие мои видео, где я подробно рассказываю о том, на основании какого закона созданы ТЦК и ИСП, являются ли ТЦК и ИСП правоприемниками военкоматов, почему ТЦК и ИСП нет в реестре и каким законом вообще предусмотрены их полномочия. Посмотрев эти видео, я надеюсь, что вы поймете, что идея отрицания существования ТЦК и ИСП просто не имеет под собой юридических оснований. И если вы хотите добиться соблюдения своих прав, то нужно не просто вот брать и отрицать существование ТЦК и ИСП и их полномочий, а действовать так, как предполагает закон. Закон защищает ваши права. Нужно об этом помнить. И нужно понимать, что права, полномочия ТЦК и ИСП также ограничены действующим законодательством. И только понимая это, только действуя в рамках законодательства Украины, мы можем защитить свои права, ну и привнести свой вклад в построение правового государства в Украине. Потому что, друзья, мы все хотим жить в правовом государстве, но сами очень часто хотим нарушать закон и отказываемся от его соблюдения. Так вот, мы здесь говорим о том, что закон нужно соблюдать и требовать соблюдения закона от всех остальных. И в первую очередь от тех органов, которые называют себя государственными органами. И от представителей государства мы хотим, чтобы они также соблюдали закон. Друзья, если вы считаете, что данное видео полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.